Всем привет, мои дорогие, всем здравствуйте, я рада вас всех видеть на моем канале. Муж мне тут несколько дней назад принес кинохлопушку, которая стоит у меня вот сзади, он сказал, что он увидел ее в магазине, и сразу же подумал обо мне, вспомнил меня, что я снимаю видео, что мне понравилось, что мне бы зашло, и мне действительно понравилась, классная идея, как декорация, но когда я ее увидела, у меня тут же проскочила мысль в голове, память моя сработала, что где-то я уже это видела, причем я была уверена на 100%, я ломала себе голову, наверное, полдня, и потом я вспомнила, что я видела такую же кинохлопушку в роликах Ольги Грасс, но у нее либо похожая, либо такая же, но вот насколько у меня хорошая вообще зрительная память, я помню даты, я помню имена, если я что-то где-то увидела, то, возможно, я потом это вспомню, вот напишите мне в комментариях, у вас такая же хорошая память, или у вас память, как у рыбки, например, у меня у сестры память, как у рыбки, о ракушка, о камушек, я ей сказала, потом она уже может забыть, ну, мы, конечно, с вами все люди разные, но я вот такой человек, у которого прям откладывается куда-то на подкорку, я даже помню, какая одежда у меня была на линейке в восьмом классе, в седьмом классе, я это прям отчетливо помню. Хорошим новостям сегодняшний ролик мы начнем с приятного. На этой неделе, предварительно завтра или послезавтра, в моем телеграм-канале начнется конкурс, стартует на два призовых места, и будут разыгрываться два крутых, обалденных, полноразмерных флакона, естественно, новых, запечатанных, от бренда Сцентология. Поэтому, если вы забыли, что у меня есть парфюмерный телеграм-канал, или вы не знали, или вы до сих пор на меня не подписаны, то обязательно переходите по ссылке в закрепленном комментарии, подписывайтесь на мой телеграм-канал, принимайте участие в конкурсе, условия конкурса, они, как всегда, будут максимально простые, и через некоторое время специальный бот выберет двух победителей, которые получат свои ароматы от бренда Сцентологии. Бренд Сцентологии я хвалю, я считаю, что он заслуживает внимания, у них далеко не бюджетный аромат, они там стоят в районе под 20 тысяч рублей, и в преддверии весны, я думаю, что двум победителям, которые выиграют в конкурсе, им будет приятно. Весна – это такое классное, вдохновляющее, умиротворяющее время, вы знаете, да, я люблю весну, и я решила порадовать своих зрителей и свою аудиторию. Что еще мне вам сегодня рассказать я не придумала, ничего мне в голову не пришло, о чем поболтать, поэтому переходим с вами к сути нашего видео. Я помню, что я вам обещала рассказать историю, которая у меня произошла с почтой России, но у меня сегодня такое хорошее настроение, и мне так не хочется его омрачать себе этой историей, поэтому как-нибудь в другом ролике, может быть, в следующем, я вам расскажу этот зашквар. Итак, что у нас сегодня с вами по плану? Мои парфюмерные я, ароматы, от которых я зависима, мои действительно парфюмерные наркотики, ароматы, без которых я себя не представляю, грани моей души, которые отражают мой характер. Мне тут в комментариях не так давно написали, что слишком много вашего я. Я села и подумала, что сделаю-ка я больше еще своего я, и я решила снять это видео. Но я, кстати, не отрицаю, я очень себя ценю, люблю и уважаю. Я у себя на первом месте, действительно так. Не до фанатизма, конечно, я могу сама себя и поругать, и придраться к себе, но все-таки я себя люблю, ценю и уважаю, в принципе, чего я всем желаю, потому что я знаю таких людей, которые вот себя не любят, и это читается в их поступках, в их действиях, в их словах. Но ладно, мы не будем об этом, я не буду кого-то осуждать, просто вот говорю за себя. У нас с вами сегодня будет 8 ароматов. Почему 8, я не знаю. Вообще, моя любимая цифра 3. Но по жизни мне чаще всего попадается и встречается, даже нет, неправильно сказала, преследует меня цифра 8. У меня всегда были номера на машинах с восьмерками, квартира с восьмеркой, годовщина у нас с мужем связана с числом 8, какие-то электронные талончики в очереди, которые мне попадаются, тоже очень часто цифра 8, номерки с одеждой постоянно восьмерки. Даже если сложить дату моего рождения, 26 декабря, да, вот 2 плюс 6 равно 8. Вот такой вот круговорот восьмерки в моей жизни. Напишите мне в комментариях, вот у вас есть такие числа, с которыми у вас связаны какие-то определенные события, которые вас преследуют, магия какого-то вот числа. Несмотря на то, что я люблю 3, но вот у меня так с цифрой 8. Поэтому сегодня расскажу вам про 8 ароматов, которые в той или иной степени меня отражают, с которыми я себя ассоциирую, которые я люблю всей душой. Я вам честно скажу, это было не очень просто выбрать именно 8 ароматов. Но 3, я подумала, как-то не то, не сё. Вот восьмерка, самое оно. Все те ароматы, про которые я скажу, их можно найти на сайте парфюмерии косметики Рандеву. Собственно говоря, 5, наверное, из них я брала именно там. 3 я покупала ещё давным-давно, когда у меня не было своего парфюмерного канала. Если вы будете совершать заказ на сайте Рандеву, то не забывайте пользоваться моим промокодом 10ангелина. Многие из этих парфюмов я уже показывала, про них рассказывала. Но они были как-то отрывками в разном видео. То есть настало, видимо, время соединить их в одно. Конечно же, первый аромат, с которого я начну, и не буду я про него долго рассказывать, это Назомат Нуди Флорум. Это мой самый любимый аромат из всех. Ну, из ниши, из люкса у меня другой любимый аромат. Но если в общем и целом, то Нуди Флорум – это всё, это моё всё. Я его обожаю до трясучки, просто до мурашек по коже. Это очень красивая кожа, хлёсткая, вместе с жасмином, с белыми цветами. И он разный в разное время года, тоже уже об этом говорила. Зимой он более какой-то хрустальный, горьковатый, с зеленцой. И кожа прям очень хорошо ощутима. Именно на морозе он красив. А летом он более томный, сексуальный, такой, знаете, немножко сладкий, животная такая кожа. Очень стойкий, очень шлифовый. Это у меня уже второй флакон. И я помню, что Нуди Флорумом я начала пользоваться, когда о нём вообще ещё никто не знал. И когда бренд Нузамата, он не был так популярен. И вот столько лет я уже верна своему Нуди Флоруму. Обожаю его. Мама говорит на него, что опять полилась своей подой от комаров. Это просто какой-то кошмар. Ну, вот такой вот он. Не все его понимают. Но вы знаете, у меня всегда такое мнение, что если кому-то не нравится, отлично. Если это не нравится большему количеству людей, значит, я в этом буду более индивидуально. Когда люди кахают какие-то ароматы и говорят, что фу, мне это не нравится, значит, вот мне это точно 100% подойдёт. И вот, наверное, если взять один-единственный аромат и сказать, что вот это вот я, это моё я, то это однозначно Нуди Флорум. Но, как вы понимаете, да, им я ограничиться не могу. Следующий парфюм, про который я тоже не могу молчать, о котором я тоже часто рассказываю, это Шесей Дезен. Единственный вообще люксовый аромат в нашей подборке. Вот я его обожаю просто. Этот аромат, это для меня кладезь воспоминаний. Он столько уже лет в моей жизни. Я с ним живу, с Зеном, больше, чем со своим мужем. Тоже я уже об этом говорила. Он со мной переживал и расставания, и взлёты, и падения, и слёзы, и радости, переезды, институты. Всё, всё он со мной переживал. Это моя жемчужина. Я тоже без него не я. И этот аромат, он мне кажется холодным, и он мне кажется отстранённым. Если говорить с той точки зрения, как я ассоциирую с ним себя, то очень многие люди, когда они меня видят первый раз, они меня считают, ну, какой-то, знаете, такой неприступный лицо кирпичом. То есть, ну, кто-то говорит, что я, там, стерва, кто-то говорит, что я как снежная королева, там, на кривой кобылика мне не подвезешь. На самом деле это просто внешность, да, ну, вот такая вот я. Внутри всё гораздо по-другому обстоит. И вот Зен, он мне тоже кажется таким отстранённым, аромат для снежной королевы, холодным. Но в нём столько благородства. Он, когда раскрывается, он такой скристый, он такой какой-то даже жизнерадостный где-то. Это цитрусы, древесина и цветы. Но цветы здесь очень акварельные. Здесь, по-моему, есть лотос, фиалка. Всё-таки для меня это аромат больше про цитрусы и про древесину. И он очень красив в мороз. Я его люблю носить в холод. Ранней весной, зимой, уже когда поздняя осень, вот на морозе это просто что-то, с чем-то это закачаешься. Да, новые выпуски, они, конечно, мне кажутся немного видоизменёнными, потому что вот флакон, который у меня, он более какой-то концентрированный, он более насыщенный. Но всё равно я считаю этот аромат прям прекрасным. Следующее, о котором мы с вами поговорим, это будет, конечно же, Dolce Amalfi от Xerjov. И я настолько сильно прониклась этим ароматом, что это уже мой второй флакон. У меня тридцатка очень быстро ушла. У меня были миниатюры, сэмплы, которые я носила с собой. Я также заказывала на рандеву, закидывала их в разные клатчи, в разные сумки и носила с собой. И я поняла, что мне нужна сотка. Вот когда у меня будет сотка, я успокоюсь. Я задублила себе этот аромат уже в 100 мл. Это для меня аромат для поднятия настроения. Он алкогольный, он айвовый, он какой-то такой пузырьковый, весёлый, но в нём тоже очень много глубины. То есть вначале он может показаться каким-то таким лёгким, фруктовым, айва, там пузырьковый, даже где-то газировка. Но когда он начинает раскрываться, вот он показывает всю свою суть. Проступает ладан, дымок такой лёгкий, проступает специевость, гвоздик, который тут вообще не ощущаю. То есть пряности есть, но я не могу идентифицировать гвоздику как пряность, хотя её терпеть могу в ароматах, но здесь нет. Когда у меня настроение на нуле, очень часто я наношу на себя дольче амальф. И это действительно мой аромат антидепрессант. Начиная от такого жизнерадостного, классного, жёлтого флакона и заканчивая вообще содержимым. Я тоже сто раз уже про него говорила, что не знаю я, что ещё про него сказать. Он стойкий, он шлейфовый. И те, кто пишут о том, что нет стойкости, нет шлейфа, дайте ему настояться. И аромат, он сложный. То есть мы не должны судить подольче о амальфе. С первого затеста вот он к нам приехал, не постоял, мы его распылили, фу, всё, он мне не нравится. Нет, нужно давать вообще всем ароматам на самом деле много шансов. Ещё один аромат, который вот прям 100% про меня, который я ассоциирую с собой, это, конечно же, Тернозавр Рекс от Зоологиста. Сейчас объясню почему. Это аромат злой, это аромат агрессивный, он прямолинейный, он напористый. Вот он прям, знаете, прёт до победного. Вот у меня есть такая черта. Я как козерог, я пру до победного. Вот я такая какая-то напористая. Я не угомонюсь, не успокоюсь, пока я что-то не достигну, пока что-то не разрешится в ту сторону, в которую мне надо. Да, порой даже мне этого как бы и не надо, но вот у меня принцип, ну, это уже отдельная, да, песня. Но вот этот аромат, он такой, он, в нём есть злость, в нём есть агрессия. Вот особенно поначалу, когда его распыляешь, всё, тебе кажется, что просто, мама дорогая, куда я попал, что я на себя распылил, как это вообще можно носить. И люди, некоторые вот со стороны, они меня воспринимают зло и агрессивно. Может, для кого-то я сейчас Америку открою. Скорее всего, потому что я правдорубый, я очень честный человек, я прямолинейна. Если спрашивают моё мнение, я никогда там не буду отнекиваться, плясать, чтобы человеку угодить. Я всегда скажу так, как я думаю. И вот люди честность и правду, прямолинейность, они очень часто воспринимают как злость, как агрессию. Хотя это на самом деле вообще не так. И когда я, например, хочу себе добавить характера или, наоборот, знаете, какой-то защиты, то есть мне нужна какая-то защитная оболочка, я пользуюсь вот Тираннозавром Вексом. Несмотря на то, что флакон у меня появился на мой день рождения в конце декабря, у меня был сэмпл этого аромата, большой достаточно от Левант, и он долго расходовался, потому что он очень стойкий, очень шлейфовый. Я не знаю, сколько надо Тираннозавр Вексом себя, чтобы не убить других, не задушить. Это микропшик. Он бензиновый, он горящий. Это вот прям аромат, в котором все полыхает. Костры, гарь, бензин, дегтярная кожа. Плюс есть пряность, плюс есть свежесть. Но, несмотря на всю эту его злость, агрессию, когда он начинает жить на коже, ты понимаешь, что он не такой, что это вот только первое его проявление. Он становится более мягким, каким-то бальзамическим, амбровым, немножко даже сладости есть, немножко цветочков. То есть ты видишь этот цвет в конце тоннеля. Вот и Тираннозавр Векс такой же. Ну, я очень люблю этот аромат. Они ничего не могут с собой поделать. Хотя для других это просто парфюмерный кошмар. Многие даже с ним не знакомы, потому что у Зоологиста такая достаточно редкая марка. Но для меня этот аромат, он тоже однозначно вот одно из моих парфюмерных ягод. Он не для всех, конечно. И ни в коем случае мы не заказываем ароматы бренда Зоологиста слепую. Мы ищем сэмплы, мы ищем пробники, мы ищем отливанты. Мы тестируем не по разу. И потом только мы заказываем себе что-то во флаконе. Вот Зоологиста так не прокатывает. Закажу вслепую? Нет, вообще нет. Еще один аромат, который я ассоциирую с собой, он тоже стал одним из моих любимых, в рядах прям моих таких фаворитов. Это Шапар Миль де Араби. Этот аромат я вообще взяла по рекомендации многих своих зрительниц и подписчиц. Они мне говорили, что Ангелина, мне кажется, вам понравится. А я как-то так обходила его стороной. И вот про этот парфюм, знаете, как я могу сказать? Я могу сказать, что это вроде бы... Ну, нет в нем чего-то необычного, нет в нем чего-то замысловатого. Вроде бы просто, но настолько элегантно, настолько как-то самобытно, настолько богато. И если говорить с точки зрения ассоциаций со мной, то, например, в одежде я тоже предпочитаю в основном какую-то простоту. В стиле, в декоре дома я тоже предпочитаю простоту. И люди очень часто приходят к нам и говорят, вот вроде бы просто, но так необычно. Я могу к себе это применить, может быть, кто-то со мной не согласен, но вот я считаю про себя так. И вот с этим ароматом то же самое. То есть здесь и мед, здесь есть и чай, здесь есть и гранат, здесь есть и специевость. Вроде бы простая пирамида, и вроде бы звучание такое, ну, ничего сверхъестественного нет, но как это? В нем есть вот шик свой, в нем есть лоск. Он и сладкий, он и с кислинкой, он и с воздухом, и он тоже очень красив и многогранен. И я считаю, что для Миль де Араби, ну, самое хорошее время года, это вот тепло. В тепле мне нравится носить его больше всего. Я его носила летом, осенью продолжала носить. В холоде, ну, как-то он подскокоживается. А вот начнется весна, начнется лето, я однозначно буду его носить. И посмотрите, сколько я уже использовала от флакона 100 миллилитров. Это значит, что правильно, значит, что аромат я расходую очень часто. У него нет всезаполняющего шлейфа, у него нет какой-то супер стойкости, как у Тираннозавра Рекса. Но этот аромат, он тоже, на мой взгляд, стоит внимания, если вы любите медовый аромат, если вы хотите кислинку граната. И чтобы это все было не скучно, а красиво обыграно, то однозначно попробуйте, потестируйте Миль де Араби. Еще я люблю бренд Шапар за то, что у них есть фирменные миниатюры, с которой я и начала вот свой Миль де Араби. Я первый раз заказала в формате 10 миллилитров. В коробочке все красиво, красивое тоже зеленое стекло. Поэтому я уважаю бренды, которые за нас заботятся, о нас думают и делают на свои ароматы, сэмплы, да, тревел-версии, небольшие миниатюры. Я такие бренды очень ценю. Следующий аромат, какой бы мне вам показать? Ну, пожалуй, вот этот вот. Это бутиковая линейка Труссарди, Hidden Corner of Fontana Day Bachi. Единственная, наверное, такая явная гурманика из всей нашей подборки. Так я тоже прониклась к этому аромату, так он зацепил меня, украл мое сердце, что я тоже без него не я. Очень часто у меня к нему тянутся руки и очень часто мне хочется, вот мне хочется в него погрузиться, мне хочется, чтобы у меня вещи им пахли, чтобы у меня волосы им пахли. Мне нравится вот его себя обонять, когда я там поворот какие-то головой или руками что-то, да, и вот доносится запах этого аромата. Для меня это прям реально блаженство. Я воспринимаю этот аромат как спокойный. Вот когда мне хочется спокойствия, а я не могу сказать, что я в принципе в большинстве своем спокойный человек, нет, надо что-то делать, не надо вот тут этим заняться, этим заняться. Что-то, короче, вот у меня должно быть постоянно такое движуха. И когда мне хочется умиротворения и спокойствия себе добавить, я им пользуюсь. Это гурманика, но это не прямолинейная гурманика. Здесь очень красивый лесной орех, мне повезло моему носу. Я ощущаю этот лесной орех, это даже ореховая паста с черным перчиком и с очень красиво вплетенными минеральными нотами. Очень стилевый на самом деле аромат. Вот стилевый про него я могу сказать однозначно. У него тоже нет всезаполняющего шлейфа, какой-то суперстойкости. У него такие скромные средние технические характеристики, но он от этого не становится хуже. Нет, он прекрасен. И Hidden Corner о Fandana Day Baccia это был один из самых часто используемых вообще зимой ароматов. Уж очень часто я его носила, и очень часто у меня к нему тянулись руки. Обожаю его. Мне и флакон очень нравится вот такого какого-то черного цвета. Но вообще у меня почему-то раньше казалось чернично-черным, а он на самом деле черным. Но это не самая популярная собачка от Trussardi. У них все-таки самые такие востребованные это кирпичная собачка и спига, естественно. Спигу я тоже люблю, но мое сердце оно отдано просто всецело Fandana Day Baccia. Аромат женственности во флаконе то, чего мне так не хватает по моему мнению. Ну, может, с виду так и не скажешь, но вот моему характеру мне не хватает женственности, мне не хватает мягкости. У меня какое-то такое мышление, у меня такой характер очень твердолобый, прямолинейный, напористый, ну, больше в мужскую даже сторону. Это вот 100%. Мне вот этой женственности, какой-то округлости, мне очень часто хочется через ароматы. Поэтому в этой подборке Vert Mala Hit однозначно это именно о дофеминности. Это белые цветы, это лилия, она здесь вальяжная, она здесь какая-то свободная, маслянистая, сладкая, сливочная, дополненная желтыми цветами и ланг-лангом, и смолами. И вообще у меня этот аромат ассоциируется с каким-то беззаботным временем, с какой-то пляжной тропической вечеринкой, где все в бежевом, в белом, цветок в волосах, и все так прекрасно, и тебе не нужно ни о чем думать. Нет какой-то суеты. Те, кто любит белые цветы, те, кто любит желтые цветы, и, конечно же, лактонность, сливочность, он прям слишком сливочный. Если вы все это любите, однозначно вообще обратите на него внимание. И хоть я люблю туберозу, но я люблю вообще белые цветы, вы знаете, да, туберозу, лилию, но из всех туберозных ароматов и из лилейных я решила выбрать именно Верт Малахит, потому что я люблю его больше всех. Он очень давно в моем парфюмерном шкафу. Я его покупала еще по, ну, такой доступной стоимости. Он был не бюджетный, но то есть, но он не стоил столько, сколько он стоит сейчас. По-моему, это уже снятость. Я могу ошибаться. Но на рандеву этот аромат еще представлен. Если вы любите лилию лактонную, если вы ищете себе что-то такое мягкое, очень округлое, обволакивающее, однозначно обратите внимание на Верт Малахит. И последний аромат нашей подборки это Атмосфер от бренда Экс Нила. Тоже обожаю этот аромат. Уровень жидкости во флаконе осталось вот столько, то есть, осталось меньше половины. Спасибо большое моей подписчице Эли из Германии, которая буквально таки, ну, как сказать, подобрала мне этот аромат. Она сказала, Линочка, вам он очень подходит, попробуйте его. Мне кажется, вы в нем найдете себя, он вам прекрасно вообще подойдет. И действительно так. Я заказала, попробовала, влюбилась и сразу же заказала себе флакон. И для меня этот аромат праздник, этот аромат, который у меня ассоциируется с моим каналом, с моей зрительницей Элей. Если вы смотрите меня, Эля, вам привет. И знаете, с какой-то такой рождественской атмосферой, с моим днем рождения, потому что этот аромат ко мне пришел в том году как раз таки вот в стану на его дне рождения. Я это все связала, то есть, когда на улице лежит снег, когда я родилась, вот это вот время года. Это для меня аромат праздник, аромат вечерний, аромат шедевр. На самом деле, это шедевральный аромат у бренда Экс Нила. Если их светлая линейка вся такая, ну, мимо меня немножко пошла, то черные флаконы, это просто, это просто божественно. Здесь аромат про красивую древесность, про ваниль и про амбру. И хоть амбру в нем не заявлено, когда ты его вдыхаешь и ощущаешь, кажется, что он амбровый. И здесь безумно красивый, молочный, такой сливочный сандал ближе к базе. Сливочность в нем тоже хорошо слышна. Кто-то сравнивает этот аромат с Zadik Valtteri, This is Her, но, может быть, они похожи только вот своей какой-то такой лактонной составляющей, но нет, это не взаимозаменяемый аромат, и даже не думайте. Это ярко, это насыщенно, это обращает на себя внимание. И многие тоже, мои знакомые и незнакомые тоже люди, они делали мне комплименты на Atlas Fever. Богатый аромат, действительно. Я его, если выбираю, то в большинстве своем на вечер, когда мне хорошо на душе, вот я им пользуюсь. И последний аромат, который не входит в нашу подборку, но который метит, закидывает удочку на место моих любимчиков, в мои парфюмерные я, это свежак, ну, относительно свежак, что вообще для меня не свойственно. Это Call Me Iris от бренда Les Ziodenue. Я тоже уже как-то делала обзор на этот аромат, но говорила о нем в начале видео. У меня так часто как-то не тянется рука, мне так вообще прекрасно его на себе носить. Он носится у меня налегке, несмотря на то, что это свежак. Вроде бы то, что я не особо люблю, но этому аромату тоже удалось завоевать мое сердце, и я тоже чувствую потребность вот в нем. Он мне нужен. Я очень, кстати, часто наношу его на ночь. Вот мне такой бзик, мне так хочется. Это аромат в стиле Бореда Джипси Уотер, но они разные. Кому не хватает в Бореда Джипси Уотер стойкости шлейфа, это первое, и кому не хватает вот именно этой свежей, пряной, сочной составляющей на старте, однозначно мы пробуем и тестируем Call Me Iris от бренда Лизео Денуэ. Прекрасный аромат, элегантный, чувственный, звонкий, знаете, как такая приятная мелодия. Я уже говорила, что все ароматы этого бренда, они как очень приятная музыка, мелодичная. То есть у них нет вот этого, знаете, полезла одна нота, потом другая какая-то и получился очень несуразительный. они так гладко звучат, они так классно звучат, и это очень политкорректный бренд, элегантный. Вот одно слово у меня элегантный бренд. У меня есть уже три аромата от Лизео Денуэ, и я буду изучать этот бренд дальше. Я вам уже говорила, что я настроена на цитрусовую поэзию, и вот в ближайшее время я закажу себе от Леванта. Вот такое вот у меня видео. Вот такая вот подборка моих парфюмерных я, аромат, с которыми я себя ассоциирую, которые в какой-то степени мое отражение, по крайней мере, вот на данный период времени, на сегодняшний день, моя подборка, она выглядит так. Напишите мне в комментариях, у меня сегодня будет к вам такой необычный вопрос, какие ароматы, на ваш взгляд, могли бы мне подойти, или какие ароматы вы ассоциируете со мной, да, но не считая этих. Может быть, среди ваших комментариев я найду также какие-нибудь парфюмерные жемчужины для себя, потому что на самом деле это расширяет парфюмерный кругозор. В общем, напишите мне в комментариях, какие ароматы, по вашему мнению, мне бы подошли. Естественно, пишите про те парфюмы, про которые сегодня рассказала вам я, что вы о них думаете, ваше мнение, ваши впечатления, что пробовали, что тестировали. Пишите мне, конечно же, о своих парфюмерных я, какие ароматы вас отражают, какие ароматы являются вашим продолжением, я тоже с удовольствием почитаю. Не забывайте про конкурс, который начнется в моем телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь, пишите, что вы хотели видеть интересны. Конечно же, ставьте лайк во время просмотра видео, пишите комментарии, это все влияет на продвижение контента. Нажимайте кнопку колокольчик тех, кто хочет получать вовремя уведомления о выходе моих новых видео. На этом у меня сегодня все. Большое вам всем спасибо, как всегда, за внимание. Всем пока и до новых встреч.